Конец ноября. Кончается пятый месяц жесточайшей засухи. Ни одного хозяйственно значимого дождя не было за это время. В почве глубиной до метра основного месторасположения корневой системы деревьев продуктивных запасов влаги ноль. Как скажется это на деревьях привитых на слаборослых подвоях одному господу богу известно. Вот за последние годы на таких в основном подвоях слаборослых. И прививались частниками основная масса плодовых культур. Вот все это я считаю повелось вот с подачи так называемых... Ну не знаю как их назвать. Коммунисты там, портфункционеры, которые решили все сады перевести, побывав на западе, перевести на слаборослые подвои. Где корневая так примерно размером с горшок. Не больше. Давай как на западе. Ну и далее. Навредили где можно. Уже я говорил от границ до сельского хозяйства. И не 40 лет, а 140 наверно не хватит, чтоб все эти косяки исправить. Вот в сельском хозяйстве виноградники вырубили. Сейчас 60 процентов виноматериалов в страну завозится из-за рубежа. Ну и основная масса фруктов и овощей даже. Перетащили вот безумно и бездумно ту же пальмету. Да широта одна примерно вот южных районов, что во Франции, что в Италии. А климат то разный. У нас вот пятый месяц дождение. А север Италии и юго-восток Франции заливает. В Венеции на площади Сан-Марко видели, да, воды по колено. Сам видел на той же Сан-Марко лет 12 назад, конец августа, 20 числа, воды по щиколотку. Это тогда, когда у нас тут на юге самая жара, а о дождях только мечтать можно. Говорил я уже, что вся Европа центральная и восточная вся на воде стоит. Что вы гады делаете? Ну, что там руками махать? Погубили сады на сильнорослых подвоях, виноградники вырубили. Посевы зерновых под угрозой. Взошло процентов 20. Сеяли насухо в сентябре, надеялись на осадки, а их нет. Так, прошел какой-то дождик, вот день тому назад, чуть пыль прибил. И не более того. Голод, что ли, замаячил. Скоро войны не за нефть, говорил я, а за воды начнутся. Ну, а что там в политике, искусстве, управлении государством, народом, нами стало бы. Вроде все хорошо. В стране дефляция, всего навалом и недорого. Ну, и инфляция. Но так как денег у народа маловато, снижается потребление. Ну, и уровень жизни тоже. Вроде хорошо, но не очень. Бедный народ это хворост. Того и гляди, займется или на германские деньги, как в семнадцатом году, или на американские, как в четырнадцатом на Украине. Ну, пенсия 150, от силы 200 долларов. Зарплаты 200-400. Тоже долларов, не больше. Где там 50 тысяч, 60 по статистике, 45. Может, где-то на северах. А так, в центральных областях и 15 радуются тысячам. В общем, цепок ослабонили, ну, а миску отодвинули. В общем, гавкой хоть тресни, но жрать не проси. Вот в этом все и главное. В жатве, в еде. После революции всегда голодно и холодно. Вот, заведите себе садочек небольшой. Такой, лещиный. Две трясотки. Или фундука. Вот, гляньте на красавца. Урожай был этот год. Просто сумасшедший. В засуху сильную. Никогда еще такой засухи не было. А какой на следующий год, смотрите, заложил урожай. Вот видно по цветкам, по мужским сережкам. Все нипочем ему, кормильцу. Вижу, зацветет, запылит, где-то 15-20 числам декабря. А в январе, да и в феврале, может стукнуть минус 20, а то и минус 30. Отмерзнут мужские цветки, сережки. А женские цветочки, вот они еще только чуть-чуть. Ну, если даже начнут цвести, то укроются зачатками листьев. А весной опылятся дикарями. И будет урожай. Посадите себе лещину или фундук. Будет вам, ну, только сортовые, конечно. Будет вам и еда, как я говорю, и дрова. Если что. А на Майданы не ходите. Идите лучше в сад. Не в зад, а в сад. Потому что Майдан и революция, это полный зад. Голод и холод. Когда страна распадается. Ну, там Ливия, Ирак, теплые страны. Там можно где-то под кустом или в пустыне пересидеть. А вот в Европах нет центрального отопления. Тоже хорошо. Если что, полыхнет. Ну, там типа революции. Им легче будет. Подкинул дровишек. И нормально. Сейчас тяжело, конечно. За газ платить надо. Газ дорогой. И все-таки, другие мои, не в деньгах счастья. В машинах, еде дорогой. Есть рецепт древнего философа. Или увеличивайте доходы, или сокращайте расходы. Главное, чтобы душа радовалась. Спевала, как говорил мой старинный друг. А она и поет в саду. Желаю вам всего хорошего. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok